Коронавирус не просто так пришел. Коронавирус пришел нас испытать, очистить нас. Теперь после этого коронавируса человек не может жить как прежде. Здоровый человек, у которого душа живая, не может существовать дальше, продолжать свой образ жизни. Он должен в корне поменять свое мировоззрение, свой образ жизни, свое мышление. Мы от прошлого должны взять только хорошее. Да, наши деды, которые жили раньше, может быть тоже ошибались, но мы должны оттуда брать самое хорошее, что полезное. И в данное время мы говорим о нашей одежде, которая пришла от наших предков. Почему наши предки так одевались? Не просто так же. Мы говорим о пути, чтобы не заболеть об этом. Мы не говорим, чтобы лечиться. Мы говорим, мы ищем пути, мы их нашли. Мы нашли у наших предков, у нашего обычая. Не просто так наши деды так одевались. Пока мы неправильно будем одеваться, мы будем болеть. Мы будем умирать потихоньку. Но мы придем к этому, чтобы нормально, чтобы познать себя, чтобы узнать себя. Кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем. А самая главная же задача, мне кажется, каждого человека, невзирая на религию, это сохранить свою душу. А душа сохраняется лишь тогда, когда мы даем ей силу. А сила когда дается? Когда мы связаны с духами предков. Мы за них молимся. Соответственно, мы должны быть соответственны тому, чтобы наши духи предков поддерживали нас. Не только молиться просто так, но и соблюдать традиции, обычаи. Действительно, для каждой нации очень важно возвратиться к своим культурным, историческим истокам. Корням. Да, корням. Это действительно очень важно в данное время. Меня жизнь заставила изучать нашу духовность, что с нами происходит. Да и я прихожу к выводу, что мы должны понять, кто наш враг. А наш враг, как бы это банально ни было, это сатана. Мы должны уметь бороться с ней. Лишь победив себе сатану, защитив себя от нее, мы можем перебороть все наши болезни, все наши трагедии. К этому человечество придет, мне кажется. Да, безусловно так.